Всем привет, друзья! С наступающим вас Новым Годом! А сегодня у нас подборка полезных советов для домашнего мастера. Работая в мастерской на верстаке с торсовочной пилой, при распиле длинных заготовок край доски перевешивает и приносит большие неудобства. Чтобы хоть как-то стало комфортно, приходится городить городушки, искать обрезки доски и подбирать по толщине, чтобы как-то облегчить себе работу. Это все временное решение, и порой под рукой не всегда найдется пару подходящих дощечек. Так что сделаем полезное приспособление. Выставив доску в рабочем положении, делаю разметку. Беру с запасом, чтобы вплоть до двухсотой доски можно было делать распилы. Размечаю отверстия и засверливаю сверлом на 10 мм. Далее забиваю пару врезных мебельных гаек под болт 10 мм. И для надежности добавляю пару капель суперклея. Теперь нужен кусок фанеры. Делаем разметку и отрезаем на торцовочной пиле, чтобы получить ровный срез. Если нет торцовки, а ровный спил нужен, то можно сделать по-быстрому отличную приспособу. Зная, что две стороны фанеры – это заводской пил, и он ровный под 90 градусов, наношу разметку. Делаю две полосы по 5 см. Спокойно отрезаю дисковой пилой. И пусть даже хоть криво, ведь у нас две рабочих поверхности уже есть. ПВА-клей сохнет долго, а сама приспособа нужна уже здесь и сейчас. Поэтому наношу немножко монтажной пены. Укладываю вторую часть фанерги, зинкую отверстия и закручиваю на саморезы. Тут надо быть внимательным и сохранить угол в 90 градусов. И это важно. Чтобы наше приспособление заработало, осталось просто срезать лишний край фанеры. И все. Теперь, делая разметку, совмещаем линию с краем и делаем спокойно пил. И получаем отторцованный ровный край. Итак, кусок фанерки мы торцанули. И теперь наносим разметку. Сделал я вертикальные линии вдоль мебельных гаек. А затем чуть расширил и произвольно сделал глубину будущего паза. По краям решил засверлиться сверлом на 16 миллиметров. Кстати, сверлю я хитрым способом, подкладывая снизу еще одну фанерку. Если же этого не делать, то вы получите рваный край отверстий. Вот вам пример. Возьмем кусок доски и сделаем отверстие тем же сверлом. С другой стороны у нас получается некое мельфо. Если же подкладывать еще доску снизу, то отверстие получается намного симпатичнее. Сделав 4 отверстия, теперь нужно пропилить паз. Немного поработав наждачкой и убрав все заусенцы, можно располагать приспособу на свое место и вкрутить пару болтов шайбами. Вроде как бы все. Выдвигаешь на нужную высоту и фиксируешь ключом. И как бы можно работать. Но лучше сделать удобный поворотный механизм. Для этого мне понадобится снова кусочек фанеры. Отрезаю произвольную часть чуть больше 20 сантиметров. Далее наношу разметку таким образом, чтобы в центре куска фанеры получить ровный квадрат 10 на 10 сантиметров. Беру брусок и отрезаю 4 заготовки по 15 сантиметров. Наклеиваю двухсторонний скотч и фиксирую бруски. Затем переворачиваю и закрепляю на саморезы. Отправляю в сверлильный станок и в одном углу коронкой по дереву вырезаю небольшой кругляш и приспособа готова к работе. Берем остатки фанеры и делаем заготовки с квадратом 10 на 10 сантиметров. Закидываем в приспособу и проводим ряд обрезных действий. Буквально 2 минуты и у нас уже на подходе в пару хороших барашков. Убрать все заусенцы поможет мне шлифовальный станок. Если вдруг у вас нет такого, то есть аналог, как говорится, идея для самоделки. Беру обрезок доски, ставлю коронку по дереву и делаю 4 кругляшки. Далее расширяю отверстия до 10 миллиметров. Беру шпильку, пару шайб и пару гаек. И затем все закрепляю. Гладить все края поможет болгарка шлифовальным диском. Таким образом получаем ровный цилиндрик. Зажимаю в тиски и делаю распил глубиной около 5 миллиметров. Осталось отрезать по размеру кусок наждачки. Вставить ее в паз и закрепить на пару саморезов. Теперь такую приспособу вставляем в шуруповерт. А с другой стороны, ну, можно надеть кусок пластиковой трубы. Там 20 миллиметров. Для удобства. И шлифуем любые заготовки, которые имеют окружность. И, кстати, шлифует... Ой, как хорошо! Все работает отлично. И проверено лично. Отшлифовав барашки, перехожу на сверлильный станок и делаю отверстие по центру на 10 миллиметров. Вырезаю пару кругляшек и также делаю отверстие. А потом забиваю мебельные гайки. Добавляю немножко монтажной пены и скручиваю две детали в единое целое. И у нас получаются удобные и простые барашки, которые легко притягивают упор к столу. Ведь именно он нам будет помогать в дальнейшей работе. Ну как вам одна самоделка, внутри которой еще четыре? Ладно, едем дальше. Если вы вдруг себе утеплили цоколь дома пенополистиролом, а потом решили его оштукатурить, то знайте. Нельзя наносить материал на гладкую сторону. Адгезия будет очень плохая и все отвалится. Для таких работ пенополистирол надо подготовить. Простой способ это взять в руки обычную ножовку и отшкурить, создать неровности и содрать глянцевый слой с утеплителя. В итоге у нас получится шершавая поверхность. Тем самым увеличивается адгезия к любым растворам. Но делать это ножовкой не так легко, как кажется. Особенно если у нас листов 20-30-40. Поэтому сделаем хитрую приспособу. Нам нужна обычная банка, а точнее ее дно. Тем более это дно отлично подходит по размеру с диском для болгарки. Металл тонкий и хорошо режется обычным ножом, как будто открываем большую банку сгущенки. Следующим этапом беру в руки керно и делаю небольшое количество ударов. Таким образом выглядит будто что-то в виде терки. Закреплять наш самодельный диск будем на двухсторонний скотч. Тут я его не жалею. Важно, чтобы все было надежно. Закрепив на диск для болгарки, берем в руки УШМ. И тут важная особенность. Ваша болгарка должна быть с регулятором оборотов. И ставим их на самый минимум. Слышите, это важно. Если регулятора нет, то лучше ручками и ножовкой. Так безопаснее. У меня есть регулятор. И вращения УШМ очень медленные. С помощью такого способа за считанные секунды обрабатываем лист пенополистирола. На такой поверхности уже будет в разы лучше адгезия. И ваша смесь или клей, шпаклевка, ну тот отделочный материал, который вы будете применять, держаться будет в десятки раз лучше. Напишите в комментах, как вам такие идеи, что бы вы добавили или изменили, или как вы бы доработали их. Спасибо вам за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Пусть от вас будет это для меня небольшой подарок. Ведь скоро Новый год. Подписывайтесь на канал, ведь в Новом году нас ждет еще больше интересных самоделок. Всех с наступающим Новым годом, добра, удачи, позитива вам и вашим семьям. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok